Ребенок играл в футбол, мячик попал в первый пальчик правой кисти. У ребеночка перелом основной фаланги первого пальчика. По словам врача-травматолога-ортопеда Александра Пряникова, количество пациентов в травмпункте областной детской клинической больницы за последние дни увеличилось в два раза. За день некоторые специалисты принимают до 70 пациентов. Характер полученных травм не изменился. Это также ушибы, переломы, увеличилось количество ссадин. Возрастная категория детей, которые поступают к нам, это от 9 до 15 лет увеличилось их количество. Травмы по тяжести и состоянию также ухудшились. То есть очень много сейчас идет переломов со смещением, что в последующем необходимо диспетризировать. Алена привела в травмпункт свою семилетнюю дочь Машу. Она играла на дне рождения, ударилась ногой. Сначала боль не почувствовала, последствия появились через два дня. Носились, вот игрались, ничего не сказала. А на следующий день пальчик распух, вот болит теперь. Пришли смотреть, что будет. Маша в школе практически не вставала из-за парты. С трудом дошла до столовой, чтобы позавтракать. Сейчас практически не может ходить. Ну, на пяточку могу только. А так больно? Травмы, ушибы, ссадины, переломы. Если халатно относиться к здоровью, то поездкой в травмпункт может закончиться любая тренировка. Врачи напоминают родителям, дети должны знать о правилах безопасности и надевать защиту. Очень важно уделить защите детей. То есть при катании на роликах, скейтбордах обязательно необходимо купить детям защиту. Потому что это сильно снижает риск получения очень серьезных травм. Кроме того, нужно помнить, что лечение травм в процедуру длительное. И врачам, чтобы процесс шел быстрее, часто приходится госпитализировать маленьких пациентов.